Приветствую всех любителей футбола в Красноярске, в манеже футбола Рене Енисей. Главный и центральный матч 31-го тура Олимп первенства футбольной национальной лиги Енисей. Лучшая команда весеннего отрезка турнира принимает в футболе клуб Оренбург. Московская область, Московская область. Похоже рукой сыграл. И смотрим, Иванов мимо мяча, Зотов бьет дальний, рядом со штангами мяч проходит. Во вратарский угол пробивал Александр, проверили, видели с Киняйкина. Но створ ворот в седьмой номер Енисея не попал. Но, тем не менее, проводит. Тоже, в общем-то, можно считать его основным. Еще одна такая Енисея. В какой момент Канаплин не дотягивается до мяча после прострела Шакура. Хороший момент включения левого защитника. Очень высокая позиция. Еще раз в этом. И опять гениальная передача Зотова. Видим трибуны манежа футболарина Енисея. Ну, три тысячи вмещает. Вот сейчас атака Оренбурга сходу. И здесь уже может что-то возникнуть. У Доректова опасно. И требует, требует же волосый футболист угловой. Сноровки какой-то не хватило, чтобы этот мяч укротить. Так, а тут что? Тут тоже можно играть. И вот еще одна опасная атака Оренбурга. Корянбург ходит шнурфной, бьет по воротам. Оренбург спасает свою команду. И опять недоуменит Джоэль Фомиен. Наверняка. Сейчас будем крупных планов эмоций уловить, потому что здесь ожидал Ганец передач. И опять разорвали вот эту зону полуфланги. В этот раз ворвались гости. Три эшелона. Такая пирамида своего рода. 4-3-2. А здесь момент. У Доректов. Енисея взломали здорово. Оборону и Окладников свой шанс получал на 37-й минуте. Он в эти же минуты забил ворота Факела в прошлом домашнем матче. И сейчас мог снова отличиться. Две победы было добыто в марте, как мы помним. Матч против Металурга из Липецка и против Факела. Но между тем атака Оренбурга. Пинчанин штрафной. Прострел. И свои ворота мяч отрезает Валерий Китчин. 0-1 на 39-й минуте игры. Ну вот Енисей забивает в первых таймах домашних матчей. Но вот правда в этот раз свои ворота. Здесь здорово Кирилл Печенец работал. Вошел в штрафную и бить не стал. В отличие от эпизода, когда аналогичный момент не использовал Корян. Несколько минут назад. Здесь тоже читалась передача на Фамие. Как раз она и последовала. Китчин опережая Ганса срезает мяч в собственные ворота. Завершен у нас первый тайм в 31-м туре Олимпионства ФНЛ. Енисей принимает Оренбург. И Малтининов слева. Подача окладников. Гол! 1-1. Этот парень продолжает разрывать футбольную национальную лигу. Шестой мяч Андрея в этом сезоне. И четвертый. Гол в этом календарном году. Если все правильно посчитал. Тут сбиться со счета. Может действительно парень, который еще, опять же, год с небольшим назад им играл. На первенство Красноярского края сейчас ловит свой момент. Но опять замена от Вадима Гаранина работает. Малтининов в Томске вышел, забил. Здесь вышел и исполнил точнейшую. Вот момент у окладникова удар по воротам. И Кинякин. Первое спасение в сегодняшнем матче. Вот это уже другое дело. Вспомнил Ненесея сразу же за первым ударом в створ следует и второй. Ну и вот тут тонкое решение. Вот Иванова, да, и передача Масловского на окладникова, который бьет из-под Гойковича. Вполне, вполне способен Ненесей побороться за выход в полуфинал. Что будет рекордом в истории клуба. А сейчас Малтининов мог забивать и выводить Ненесея вперед. Хорошая передача прошла, не успевает с полуяхтов. Гойкович не успевает заблокировать удар. И рядом с дальним углом стреляет. Снова Малтининов, штрафной уже Илья. Опасный прострел Кинякин вступает в игру. И Капленко разряжает установку. И в одном случае Апарин выручил. Как будет сейчас? Смотрим, Мирон против Апарина. Гол! 1-2 за полторы минуты до конца основного времени. И ничего не стал добавлять поверх. Компенсированного времени Евгений Кокуляк. Звучит финальный свисток. Завершен матч. 31-го тура Олимпиариста ФНЛ. Енисей, Оренбург. 1-2. 1-2. 1-2. 2-3.